Всем привет! Скульпт из Альфа 6. И давайте в этом ролике посмотрим, как сделать героя именно с мультфильма Рапунцель. Максимуса, по-моему. Да, Максимус. Многие задают вопрос, с какой программы лучше начинать 3D моделирование. Я вот лично советую скульпт из Альфа 6. Если вы с ноля что-то начинаете, лучше этой программы нет. После неё можете идти хоть в Blender, хоть в The Brush. Там уже без разницы. Здесь вы уже поймёте принцип, как что делается. И просто у вас в других программах станет больше возможностей, больше кистей, больше как где-то резать можете, где-то полигруппы назначать. Но это уже, когда зайдёте в те программы, вы многое что нового узнаете после этой. Так, всё. Отлёкся. Давайте. Максимус, да? Ага. Итак, прибавляем детализацию. Теперь добавляем симметрию. Окей. Вот появилась полоса разделительная. Это симметрия. Ну и погнали. Первым делом ставим Draft. Clay отключаем. Почему? Потому что нам нужно именно накидать вот сюда наперёд массу. И давайте прям, не боясь, вот так всё это дело накидывать. Опять же повторюсь, зачем накидывается вот эта вот масса. Для того, чтобы можно грабом потом всё это дело тянуть. Если вы не накидаете массу, у вас просто будет рвать именно полигоны. И потом, короче, будет кака. Так. Вот заготовка под Маркуса уже. Максимус, пардоньте. Максимуса есть. Лошадь. Вот голова состоит, допустим, из сферы. А здесь у неё должен быть нос. Вы вытягиваете вот такую вот соплю. Ну, для крыс, для разных животных. Вот таких вот длинномордных. Вот именно вот такая вытяжка нормальная подходит. Следом, что делаем? Опять же, всё стандартно. Намечаем глаза. Так, кисточку поменьше. И Alt. Левая кнопка мыши. Что-нибудь здесь вот такое намалюем. Следом, это же лошадь. Давайте наметим ноздри. Сразу вот так вот. Ну, в принципе, вот уже что-то вырисовывается. Непонятно, но факт. Так, надрезаем, где у него будет рот. Вот здесь вот так вот будет у него рот. Ну и надрезаем, где у него будет центральная часть. Вот это. Вот такая штукенция. Центральную часть можно провести именно вот этим драйвом. Так. Вот так, потолще. Когда вы надрезали, вот в чём кайф, вы сделали надрезы. И когда вы будете проводить вот здесь, допустим, то вот эта часть трогаться не будет. Вот в этом скульпте с Альфа-6 мне очень нравится. Так, следом, персонаж мультяшный. Давайте сделаем ему губу. Губа у него, как всегда, прямая. Не знаю, почему они их так делают. Ну, в принципе, нормально. Так, здесь уплотняем. Вот эту часть сразу тоже уплотняем. Делаем плоскую. И немножко вот эту часть вытягиваем. А вот эту часть чуть-чуть подтягиваем кверху. Ну, вот намётка сделана. В принципе, теперь что нам нужно? Добавить губы. И добавить веки. Так. Флаты нам берём, выбираем. Здесь вот можно немножко вот так повыкручивать. Здесь сделать поменьше. И вот эту часть, вот эту часть, немножко нужно. Так, здесь уже кисточку можно побольше сделать. Немножко вытягиваем вот сюда. Только немножко. А эту часть чуть-чуть ещё уводим. Вот такая получается штукенция. Так. Теперь чайник. Чайник немножко приподнимаем. Вот так. И здесь у него черепушка маленькая. Давайте чуть-чуть. Вот. Во. Ну, где-то вот так вот. Ну, а дальше всё будем уже накидывать этим драйвом без клея. Интенсивность регулируем поменьше, чтобы не натворить делов. Так. Где-то здесь будут у него дуги. Вот эти бровные. Вот так вот состоять. Дальше уже клеем. Здесь вот поднакидываем. Вот так вот. И чуть-чуть набрасываем массу в эту сторону. К чайнику. Вот так вот. Шрифтом левое окно к камышу можно всё это дело выгладить. Дальше чуть-чуть можно ещё прибавить вот этот объём здесь. И уже кризом сделать надрез. Вот так. И увести надрез именно к глазу. Вот сюда. Так. Глаз надрезаем ещё. Сделаем здесь запас. А вот эту часть. Вот эту. Чуть-чуть вот так выравниваем. Во. Так. Теперь нужно вот эту часть немножко вытянуть сюда. Ну, как у лошадь. А эту можно чуть-чуть подать. Так. Ну, вот это чтобы выпирало. Дюжить нам не надо. А нужно вот с этой челюстью немножко всё это дело выровнять. Чтобы была челюсть, нужно челюсть создать. Вот так это всё надуваем. И опять же кризом режем. Намечаем, где у нас будет вот эта вот челюсть. Так. Она у него более такая нормальной формы округлой. Так что вот так преподаем. Ну, и погнали вот с этим, как вот с этой частью решать вопрос. Так. Здесь чуть-чуть ещё слишком многовато. Ну, пока. В принципе, пока пойдёт вот эту шею чуть-чуть поменьше. Потом будем её моделировать. Ну, а теперь давайте добавим нижнюю губу. Потому что без нижней губы В принципе, персонаж Непонятно ещё кто. Так. Накидываем массу. Вот так здесь. Немножко вытягиваем вот сюда. И вот прям можно посмелее вот так затянуть её. Вот таким вот образом. И здесь уже вот эту губу тоже сделать ровной. Ну, вот что-то так. А вот эту часть немножко подать. Ну, вот. Уже, в принципе, Маркус. Теперь назначаем намечаем вот эти вот именно ноздри. Ноздри намечаем как бы снизу, с внутренней части накидываем. И уводим их как бы ну, туда вот к глазам. Так, здесь вот так вот. Ну, и низ чуть-чуть здесь как бы сделать ямку, воронку. Намечаем теперь вот эти вот губы. верхнюю губу. Делаем её потолще. Вот так вот. Вот эту губу через Alt, а лучше Flatten сделать потоньше. Вот здесь. Вот так вот. Ещё можно прям потоньше. вот здесь немножко фуата нам тоже пройтись, чтобы угол как бы придать. Ну, и намечаем вот эту вот, вот эту теперь губу. Чуть-чуть её поднакидаем. Вот так. Ну, и челюсть теперь уже можно клэем накидывать. Вот здесь побольше. Вот так вот. Округляем. Здесь теперь Alt. левая кнопка мыши немножко вот так вот подаём. Так. Челюсть можно ещё побольше подать вниз. Поострее сделать. Вот так. А здесь побольше. О! Ну, и потупее как бы. Вот так. ноздри немножко кверху задрать. Вот таким вот образом. Так. Ну, и, наверное, нужно наметить шею. Потому что без шеи тут персонаж немножко будет непонятен. Здесь накидываем очень много массы. всё, что будет лишнее, мы потом можем удалить. Так. Это вот так. Ну, а теперь грабом всё это дело немножко вытянем. Так. Эту часть вытягиваем вот сюда. Придаём вот этот объём именно где будет у него грива. Так. Что ещё можно сделать? Вот эту пониже сделать, чтобы он прикольнее был. Так. Ну, вот эта часть уже будет надуваться. её можно сразу надуть и сразу как бы ну, на грудь округлить. Ну, вот такая штука. Ну, и уши давайте сразу добавим. Это выходит CTRL где-то вот тут поближе. Малюем CTRL и делаем инверкацию и теперь давайте накидаем опять же драйв. Опять же повторюсь для чего? Чтобы потом когда мы будем тянуть не ломалась сетка. Всё это дело можно выгладить shift левая кнопка мыши и крабом всё это дело вот так задрать. Вот так вот. Сразу уши немножко подать вперёд чтобы их можно было кризом именно оформить. Так. Ну, и уши у него по-моему насколько я помню они где-то поближе как-то стоят. где-то вот так торчком. Ну, а теперь давайте так шею поднадуем вот здесь вот эту часть. Это уже клэем можно shift так теперь можно немножко пройтись без клэя о вот так вот ну и намечаем уши. Сначала наверное сделаем платином. Вот так всё это дело здесь выгладим. Так. Придадим внешний вид. так вот эти кончики нужно немножко так и вот shift немножко кончики так вот выгладить. Во уже что-то теперь давайте драйвом без клэя давайте склеим наверное и alt левая кнопка мыши всё это дело так клэй долой кисточку поменьше и вот так вот всё это дело здесь намечаем так глубину можно побольше здесь подать вот так вот ну и немножко оформим клэем это вот смысл в чём нужно вот здесь вот так вот поднакидать здесь вот ухо можно вот так вот оформить здесь оно у неё толще у лошади идёт ну и где-то вот так вот так это есть вот эти части немножко нужно тоже поднакидать так шифтом все выгладить ухо шифтом тоже выглаживаем можно кризом здесь вот кое-где понадрезать но неинтенсивность лучше поменьше ставить вот 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 так вот здесь намечаем надрез глаз здесь можно тоже отбить вот эту часть чтобы скула отдельно была ну и самый важный момент это правильно оформить вот эту вот часть здесь шифтом проходим если где-то что-то непонятно лучше шифтом все выгладить по максимуму чтобы потом можно было нормально все это дело рисовать лучше заново нарисовать так здесь шифтом тоже шифтом можно пройти или альт вот здесь даже не альтом а драйвом и клэем вот эту часть немножко поднакидать вот так как-то уводим ее вот сюда вперед для чего это делается а для того что вот эта часть потом должна будет под эту часть немножко вот как бы сплюснуться вот так и здесь шифтом проходим и вот у нас получается вот отсюда вот так вот на передние лапы должно уйти так ну вот теперь нужно до оформить вот эту вот часть немножко это побрутальнее как бы сделать так вот по квадратно гнездовому вот здесь вот бока тоже как-то загладить шифтом грабом грабом немножко на еще вниз немножко подать вперед вот эту часть еще побольше придавить раздрю немножко вбок утянуть так здесь чуть-чуть вот так так наверное еще побольше вот так вот так или поменьше вот эту часть вот давайте обыграем вот эту штуку вот за счет вот этой части вот так скорее всего будет более правильно вот так вот чуть-чуть ее поменьше на эту чуть-чуть тогда побольше вот так вот здесь теперь побольше кисточку делаем интенсивность и попробуем вот как бы вот сюда вывести ее так теперь шифтом все это выглаживаем еще раз намечаем вот эту ноздрю здесь флатеном немножко так как бы уводим и надрежем наверное еще вот сюда побольше так это тоже заглаживаем на эту округляем и добавляем именно драйв без клея вот сюда пышности и вот сюда так вот теперь что-то такое получается так так здесь теперь шифтом вот так вот все это выглаживаем выглаживаем и клеем кисточку поменьше еще поменьше вот так как бы поднакидаем вот в эту сторону вот эту складку от старта которая идет и через alt немножко здесь делаем ямку так это есть такое дело грабом немножко мы так нужды нормальные по-моему что-то через кажется маловато вот так и ну а теперь кризом наметим вот эту губу нижнюю вот так как бы и вот здесь вверх надрежем так здесь можно наверное немножко пошире сделать эту часть вот так и немного кризом как бы вот изнутри ноздрю оформить о ну и сверху можно пройтись вот так и вот здесь тоже даже можно складку потом добавить так что еще можно сделать ну шифтом само собой тут все поглаживать так здесь чуть-чуть до оформляем и порисуем без клея вот эту нижнюю веку глаза опять же повторюсь вот эти веки и сами глаза лучше уже добавлять в другой программе допустим The Brush или ну если вы тут делаете полностью персонажа то добавляйте новую сферу и подгоняйте с помощью вот этих кисточек именно зрачки есть конечно неудобства с глазами вообще неудобства есть с руками с ногами вот даже ноги можно сделать не такая уж проблема а вот именно глаза тут трудно их вот так полностью передать но лично для меня может у кого-то это проблем не заставляет не составляет проблемы так здесь вот так надрезаем здесь поправляем и вот программа любит именно чтобы вот вы работали вот так под разными углами вот если вы вытягиваете то выбирайте угол при котором все это дело более-менее лучше будет тянуться так это вот уже цепляется так здесь еще давайте добросаем чуть-чуть массы вот так и кризом вот так и вот так все дело выровняем так чайник немножко можно пониже опустить здесь душу побольше поставить ну вот с этими частями лучше сразу поработать чтобы они ровные были потому 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 потом в зебраш если будете делать то это уже будет вам считай передел полный ну и лучше конечно чем вот этот вот криз криз и лучше чем делает болванки вот эта вот программа в принципе классно на словом делает вот так так и вот вот таких чтобы не было частей опять же флаттеном можно немножко дать угол вот так а здесь угол дать вот сюда и вот мягенько сюда спуститься так вот этот тоже мне не нравится вот эта часть так шифтом уши выглаживаем ну можно еще вот эту часть наверное побольше сюда вытянуть вот так вот уши можно чуть-чуть подвинуть здесь чуть-чуть растянуть сзади так не вот эту часть ctrl z назад все возвращает вот так чуть-чуть здесь преподаем вот так на эту часть чуть-чуть вглубь наверное назад здесь вот чуть-чуть это все еще вниз лучше наверное драйвом и клеем на низкой вот этой интенсивности вот как бы вот так вот еще поднакидать мышцу вот так ну и шифтом выглаживаем что останется уже дорабатываем так так еще попробуем наверное вот здесь если мы вот так вот сплю с ним побольше так а вот эту часть больше вытянем а ну-ка так как-то так ну в принципе вот он выходит максимус так еще чуть-чуть нужно наметить форму чуть-чуть смягчить и вот эту часть наверное флаты нам ну чтобы красиво более-менее было так с ушами еще немножко поработать надо так это вот так смотрим что у них тут не так давайте их порежем посильнее так кисточку поменьше но детализацию интенсивность побольше так так вот здесь еще нужно прибавить какой-нибудь выпуклость что ли так как-то его шрифтом немножко выглаживаем и флатеном чуть-чуть и немножко углубим так а вот эти части наверное нужно все-таки еще потоньше сделать вот так как-то вот так так здесь лоб чуть-чуть еще подать а брови чуть-чуть припустить и вот эту часть еще немножко сделать побольше вот здесь вот так вот как-то и выпустить вперед вот ну а здесь шифтом побольше 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 чтобы тонкие стали вот чуть-чуть приподнять так здесь чуть-чуть выпустить так а вот здесь затылок побольше приподнять и уши чуть-чуть еще поплотнее вот вот что-то в таком духе наверное ну вот такая болванка именно Маркуса вставляются глаза веки можно тоже ставить ну и опять же где-то что-то в процессе работы уже на модели можно добавлять что-то какие-то детали что-то это